всем привет с вами роман расходников я продолжаю играть в группу под названием his war of mine в прошлой серии я узнал о бомбардировке повстанцами но это угрожает ну то есть это представляет огромную угрозу нам и двум братьям так что мы так сказать под удар подставлять не будем а просто так просто скажем то что в аптеке не хватает лекарств до сих пор болеешь да как можно болеть и поговорим думаешь адам безопасности я так о нем беспокоюсь а я беспокоюсь за людей которых ему могут приказать убить он по-прежнему твой сын он отвернулся от правды и слепо предан стране которая предала нас ох да а ох адам да что так ты у нас иди спать ты пока иди добывай информацию уф надеюсь они вылечит мою ну ты вообще-то чет стоишь вот здесь не двигаешься давай иди тебя очень важная информация ты так любишь вещать передавать информацию просто стоишь и ничего не делаешь бред какой-то по-прежнему ничего антур разбирайся с радио едут ты чалина и опечаленные сим за дверью торговать пришли дождешь значит даже на отдохнуть и сегодня ночью сегодня масло на остаемся на начатах понять они вроде как бандиты должны на нас напасть так давай передавая информация в porsche серии кстати забыл информацию что аптеке нужны лекарства так горожане у нас плохие новости в аптеке не на центральной площади закончились медикаменты если вам нужны лекарства и счастливы в другом месте так по крайней мере люди не будут тратить время на походу в аптеку так ты у нас отдохнула да немного отдохнула принципе еще чуть-чуть полежи и ты может быть даже полностью отдохнешь и в принципе так даже наверное быстрее будет чем ты будешь потом обратно возвращаться так ты у нас вот что тебя делать иди дров хотя бы закинь две штуки это вообще замерзнешь да надо было поставить вот здесь обогреватель а так готовить еду вот сюда так ну ладно давай еще такие так хочу нужно для улучшения этого сада вашего блин сколько ты будешь еще лежать она у нас не хватает вот этой штуки от что ультрафиолетовая лампа а 40 все я могу улучшить верстак кстати на максим так все отдохнула давай быстрым и беги тебя посетители в гости пришли сейчас вроде про то что воду раздают сюда было нелегко легко вдар вас поэтому давайте не тратно так вот ты мне можешь предложить бою скупаю снег продать не могу слушай а мне а мне тебе продать нечего мне тебе ничего продать так что чувак я у тебя ничего покупать нибудь не а еда как бы есть пока что я же оружие не добыл ни у кого хотя тебя таблетки мог бы продать одну штуку но надо нас в следующий день приходит и при ты вот ты не приходил когда нужно было а сейчас меня тебе продать реально нечего а а еще алкоголь так нет подожди мы можем и патроны делать и дробовик у нас на крафте ножовки можно делать так давайте скрафтим сколько тут можно сразу четыре ножовки скрафтим можно по сути погулять походить и поискать где там нужно было что-то пилить например в дом с привидениями можно спуститься там вроде как чё-то типа бункера штоль какой-то был наверно там свет красный горел а не успел докрасить четвертую ладно мне есть тебе на продажу сейчас давай быстрее если успею конечно я тебе продам алкоголь очень щедро с той стороны так не пойдет давай больше что эти больше дам то щедро то давай больше могу книг подкинуть договорились все вали отсюда мне надо готовиться к обороне дома охранять так ты будешь спать в кровати на нас напали да что язвы была настолько убита горем что не смогла не смог спать поэтому малик пытался утешить ее кто-то пытался ограбить нас а нападает нападающие были очень агрессивными поэтому они крепко носили на нас и нанесли нам урон а к счастью мы все были вооружены малик получила ранение и грабители унесли много ценных вещей нам стоит усилить рожу так мы еще и патрона 2 потом потратили у нас все дрова унесли и досок унесли и смысл я тогда оставался дома очень голоден скажите спасибо то что у вас еду не стыли тяжело болен легко ранен опечален депрессия перевяжи его бинтами смотри он почти помер а все из тебя вот горем она убита так к ест очень голодна в депрессии как мне твою депрессию побороть надо было наверное алкоголь выпить открывать дверь урод поговорить надо вот бы добавки кто-то новый пришел вроде такого раньше не было кто там приперся нам угрожать у меня вообще то есть патроны я тебя сейчас застрелить могу у меня и оружие патроны есть и ты ублюдок я хочу чтобы поговорить я сказал тебе предупредить сопротивление об атаке какого черта ты врала из-за твоей трустости погибло много хороших людей я уже донес об этом повстанцам они заставят тебя оплатиться что теперь повстанцы навык нам придут и убьют нас надеюсь электричество не отключен так ну-ка иди посмотри что там у нас у нас вроде дров нету теперь да у нас теперь дров нету ой это все из-за эзма ну в принципе у нас доски есть ладно завершаем день а что нам делать то булочная вось так везде где был я уже посетил дом с привидениями давайте сходим возьму одну ножовку посмотрим надо было две на всякий случай хотя они вроде два слота занимают так тут где-то что-то на hello don't be afraid это люди здесь ходят уже так но я не знаю кто такие я английский поход что у меня есть ножовка начнем пилить конечно хорошо я предусмотрел я заранее знал то что что здесь ножовка нужно опа ничего себе сколько тут всего ценного так нет игрушки мне не нужны а тут еще скорее всего что-то ценное лежит компоненты оружия за место гильзы так с этими англичанами англичанами есть смысл разговаривать вот досок у нас пока что много достаточно компоненты так можем поговорить может быть это и не это это я только хотел сказать как много вы для нас для нас значите спасибо что сообщили нам о грузовике с припасами я уже отчаялся найти лекарства для дочери а там оно было моя девочка жить будет благодаря вам я очень рада это слышать удачи это знаете на на дома немного похоже мужик но в принципе там у него дочь погибла так владельники вроде как ничего нет а вот ну ладно я собой больше ничего не утащу так что тут у нас дорогая субера именно так тогда когда мне удалось добраться надо это казалось бы безопасной страны в ней тоже началась война так это мы читали тут кстати скорее всего какая-нибудь есть секретная история вот это мужика замок замок я не взял ничего сап ну ладно бежим к выходу мы уже добыли много припасов мальчик болен и постоянная кашляет. Он выглядит тяжело больным. Так, надо ему опять лекарство дать. Сильно устала. Опять весь день будешь спать. Давай с ним говорить, что там у него. Тяжело болен, приходит в себя. В депрессии. Давай, что-то там. Проклятые крысы. Давай, что-то там. Поговорите с ним. Поговори с ней. О, с ним. Не понял, что вы там делаете. У нас сейчас простые... Непростые времена, Малик. А, вы с депрессией поборолись? Нет. Только ты. А, он у нас тяжело болен. Тяжело болен. Слышь, э, слышь, слышь. Не трать мое время зря. Нет, ты тратишь зря мое время. Я тебе таблетки при нем сдать. Рас тяжело болен, иди на вот схавай таблетки. Слушать ты ничего не будешь сегодня? Иди ложись спать. Так, тихо, дрова закинь. И давай вниз спускайся. Так, кто-то там... Кто-то новый? Насчет воды? Пожалуйста, услыши меня. Это вроде насчет воды, да? А, пиворань будут раздавать воду. Пожалуйста, объявите об этом в эфире, чтобы люди пришли. Ладно, нужно только сходить туда и убедиться. Так, ладно, информацию о пивоварне мы пока не будем ничего говорить. Чтоб меньше людей туда пошло. Пойду добывать информацию. Меньше туда людей пойдет, меньше погибнет. Так что эфир проводить не будем. К тому же, если бы мы не знали, что там, в идеале было бы проще сюда просто сходить и выяснить, что же тут произошло. Боже, сколько погибло. Так, ладно, я со всеми подряд не буду разговаривать. Вот что-то так вот... Вот что ты крадешься? Тут красота-то негде. Тут все свои. Только зря время тратишь. Назад. Назад, назад, назад. Наверд, давай лезь. Если показываю навес вверх, ты бежишь куда-то не туда. Давай обыскиваю. Так, пока все, что можно обыскать, я обыскиваю. Потом, если что, буду выкидывать ненужные мне предметы. Хотя досык надо тоже немного захватить, потому что у меня дрова дома заканчиваются. Так, надо поговорить с ним. Что случилось? Мой друг тяжело ранен. Все случилось так внезапно. Что произошло? Идите сами, посмотрите. Мне нужно быть с ним. Так, он умирает. Помогите. Боже, что произошло? Это... Это ужасно. Только погибших и раненых, наверное, здесь был взрыв. Получена информация. Так. Столько трупов, всюду кровь. Что здесь случилось? Какой-то взрыв? Так, давайте с ним поговорим. А, помогите, моляя. Мой муж умирает у меня на руках. Помогите. Я не знаю как. Пожалуйста, он умирает. Ладно, давайте вот этому доктору. Пожалуйста, помогите этому мужчину. Он еще жив. Черт, черт, таким людям нужна помощь. Я постараюсь. О боже, повсюду разбросаны части тел. Мне сейчас тошнит. Вышенские повстанцы все фотографируют. Это какой-то кошмар. Какого черта здесь случилось? Эти люди стояли в очередь за водой, когда посыпали снаряды. Военные просто хладнокровные убийцы. Вот они кто. А весь мир должен узнать об этом преступлении. Так, обыскиваем. Ух ты, вода. Ладно, возьмем немного. На сварде вода заканчивается. Так, смотрим, что есть. Еще одна из раненая жертва. Кажется, у него контузия. Я бы помог, но ему нужен профессиональный врач. Давайте вот с одним поговорим. Думаешь, мы в безопасности? Мне больно шевелиться. Надеюсь, они не начнут стрелять снова. Что здесь случилось? Уф, я мало что помню. Стоял в очереди за водой. А потом прогремел взрыв. Меня швырнуло в стену. Когда я пришел в себя, я был весь в крови. А вокруг все горело. Эти твари из армии стреляли в нас из минометов. Им, так, им что граждане, что повстанцы. Все равно, кого стрелять. Так, сейчас надо искать информацию о том, чтобы... Так, о том, чтобы выдать это все за взрыв. Не то, что военные, а просто то, что тут какой-нибудь несчастный случай произошел. Замаскировать все под несчастный случай. Нужно теперь. Там наверху вроде все нужны. Так, досок очень много. Поменьше досок. Так. Время заканчивается. Так, мне еще вроде как-то с кем-то надо поговорить. Так вот. Информация еще. Так, мы можем с ним поговорить. А, вы в порядке? Тут столько раненых. Нормально, спасибо. На нас сбросили мины, когда мы стояли за водой. Погодите-ка. Вы ведь с радио, да? Лучше бы не болтать о том, что здесь произошло. Почему? Мир должен знать об этих зверствах. Военные знают о ваших передачах. И они уже... И они от них не в восторге. Если вы не остановитесь сами, они вам помогут. Будьте благоразумны. О, я спас... Я. Спасибо за предупреждение. Так, ладно. Давайте информацию искать. Еще одно тело. Страшно издуроданным взрывом. Очевидно, это была бомбардировка. Мир должен услышать о зверствах, которые творят гражданские военные. Но должны ли именно мы стать песниками? Боже, если мы расскажем людям, что здесь случилось, на самом деле солдаты будут нам мстить. Так, поэтому я и здесь, и я не буду рассказывать, что случилось, чтобы солдаты нам не мстили. Так. Сейчас моя цель просто сохранить жизнь. Малику. Малик захочет рассказать своим слушателям об этой жуткой трагедии. Но солдатам не понравится, что кто-то привлекает внимание как к преступлению. Что мне делать? Давай, Эзма, думай. Эти газовые трубы, она так наталкивает меня на мысль. Может, мне удастся преподнести это происшествие как несчастный случай и случайный взрыв газа? А вот обязательно это вообще рассказывать? Сказать то, что ничего не произошло. А гора мусора какой-то металлический предмет, изуродованный до незанаваемости. Ну, мне уже больше обыскивать-то нечего. Здесь только компоненты оружия. Так, подождите. Хотя... Я могу досок к ним кинуть. Чтобы компоненты взять. Деталь оружия, не компоненты, а деталь оружия. Так, бежать к выходу надо. Блин. Ну, ладно, к выходу. Ну, ладно. Так, сейчас узнаем, что произойдет. Так, военные узнали о радио Малико. И теперь они в опасности. Если и дальше будут рассказывать об их преступлениях, я скажу... А, военные узнали о радио Малико. Теперь он в опасности. Если и дальше будет рассказывать об их преступлениях, я скажу ему, что произошел... Я скажу ему, что произошел несчастный случай, который повстанцы использовали для своей пропаганды. Передать сообщение Малику. Теперь, походу, у нас повстанцы убьют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. так военные убили много невинных людей по а в пивоварень но если молек расскажет об этом по радио и ему могут навредить может лучше солгать из мы выглядят хреново может быть мы слишком ее загоняли может быть будет спать сегодня диспе и ты хорош и так всю ночь спал иди слушай радио и пока иди поспай поспи за консервы захвати дороге консервы съешь так иди так очень долго ты идешь тратишь время на то чтобы подняться ты бы могла в это все время отдыхать кто-то за дверью или на ну подождешь я ничего сделать не смогу она все отдыхает а сильно истощена ей нужно отдохнуть а прежнем ничего нет пойманы новые сигналы давай передавай информацию так называемые так называемая бойня в старой пивоварне оказалась случайным взрывом газа а вполне возможно что сепаратисты пытаются извлечь выгоду из гибели у невинных людей чтобы привлечь больше сторонников похоже нас теперь убьют не военные а повстанцы так истощена давай хоть чуть-чуть отдохни так опустим ее усталость то просто устала и спустимся вниз посмотрим что там он хочет это не торговится явно что-то у нас открой чертову дверь опять ему что-то не нравится вот там пришел угрожать на давай истощена истощена давай хотя бы сильно устала хоть сильно устала отлично хоть какой-то прогресс есть так давай приготовь что-ли поесть тогда ты очень голоден на дождь и аж даже тебе консервы не дал так приготовим себе три порции вместо консервов так суп поешь потому что я должна еще отдохнуть много так кстати ась чё ты дрова то делаешь включая не из компонентов блин ты из компонентов делал дрова надо было из досок не то сделал и даже теперь в верстак не лучше вот ну да верстак это же так давай ешь но все устала на подъем завтра отдохнешь до конца сейчас высушим угрозы и я думаю на этом мы закончим хотя нет мы можем пока что улучшить на следующую стадию нам не хватит компонентов досок у нас очень много кто-то за дверью сейчас поговорим по послушаем угрозы что он там хочет у меня калаш есть я вот здесь стрелю эй я знаю что это там так что мы можем сделать так это чё такое а капканы для были небольших животных так ладно нам надо наверное так что компоненты ну вот я их потратил все случайно на ремонт я бы может быть и даже улучшил блин не очень хорошо получилось эээ куда ушел и что мне теперь делать дубина ну ладно угрозы не получилось высушить ладно на этом мы тогда закончим в следующей серии я день придется заново перезагрузить потому что этот дубина ушел на этом все всем спасибо за просмотр с вами был роман раскольников до встречи в следующих видео всем пока 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 Продолжение следует...